Это Вести Утро, Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии местами снег и дождь. Ночью в отдельных районах сильные осадки. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Порывы до 20 метров. Днем в горах порывы до 28 метров. Температура воздуха ночью минус 3, минус 8. В горах минус 8, минус 13. Днем плюс 1, плюс 6 тепла. И местами минус 2, минус 7. На дорогах гололедица. Черкесский ночью снег. Днем без существенных осадков. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Днем порывы до 20 метров. Температура воздуха ночью минус 4, минус 6. Днем плюс 4, плюс 6. Ночью и утром на дорогах гололедица. В ближайшие пару лет в региональной столице будут благоустроены еще 50 дворовых территорий. Это стало возможным благодаря успешной реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды и создания удобств для отдыха и активного досуга большого числа жителей Черкеска. О нюансах программы и проблемах в репортаже Артур Амхце. Результат благодарен после благоустройства. Какой не должна быть благоустроенная территория. Представители регионального народного фронта периодически обходят все адреса, где строители проводили ремонтные работы в рамках федеральной программы. Общественники обращают внимание муниципальных властей то на недоработки подрядчиков, то на последующее потребительское отношение людей к предоставленному комфорту. В Черкесске первые заявки от населения на создание под их окнами радующей глаз картины были поданы в конце 2017 года. Вслед за этим рядом с многоэтажными домами началось масштабное обновление мест для отдыха и активного досуга населения. В рамках этой программы предусмотрено благоустройство придомовых территорий. То есть это минимальный перечень работ, это ремонт проезжей части, устройство детской площадки, установка лавочек, фонарей, урн. И дополнительные работы также у нас предусмотрены. Это работы по озеленению территорию путем завоза плодородного слоя земли и установка сушек для белья. По каждому двору специалисты мэрии Черкеска составляют дизайн-проект. Далее идет процесс согласования с жителями. Ведь именно им потом пользоваться всем, что появится рядом с домом. Но окончательное решение должно быть, так сказать, коллегиальным. Если люди не придут к компромиссу, строители выполнят для них первоначальный вариант. К слову, масштабность и важность проекта вовсе не гарантируют, что все будет выполнено качественно и в срок. Контроль за этим ведут как представители мэрии, так и общественники. Город Черкесск, фабричная 112. Мы находимся в благоустроенном дворе в 2021 году. Этот двор возглавляет антирейтинг плохих дворов. Здесь детская площадка недоделана полностью, некоторых элементов не хватает. Покрытие резиновое уложено волнами, выпирают торцы. Асфальтовое покрытие без достаточного количества смол уже наблюдается выбоины. А это еще один проблемный двор. Работы по Международной 85 изначально планировали начать пару лет назад. С людьми провели встречу, пообещали спортивную и детскую площадки, удобную парковку и многое другое. Но что-то пошло не так. Реализацию проекта перенесли на следующий год. Правда, на новом макете куда-то исчезла спортивная площадка. Видимо, на нее не нашлось денег. Лишь после обращения горожан к региональным властям место для занятий игровыми дисциплинами также установили. Однако подрядчики и тут показали себя не с лучшей стороны. Чему доказательством служат испорченные мечи и выпирающие острые концы металлической сетки. Нарекания у жителей дома и общественников имелись и к другим компонентам благоустройства. На сегодняшний день уже есть решение суда. Подано также встречное еще заявление о возврате денежных средств, которые подрядчик освоил. Но, тем не менее, эти вопросы не касаются жильцов данного дома. Поэтому руководством мэрии принято решение о выделении бюджетных средств для завершения данных работ. Данные работы мы планируем до июня месяца завершить. Все недостатки исправить и сдать уже готовый двор жителям МКД. Первый этап федеральной программы благоустройства был завершен в Черкесске с опережением графика в прошлом году. С разной степени успеха удалось обустроить около 90 дворов. Вслед за этим вновь было объявлено о приеме заявок от населения. Если ранее все кандидаты оказались в списке, теперь из числа желающих эксперты в итоге оставили лишь около трети. 25 дворов благоустроят в нынешнем году, столько же в 2024-м. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok